Трактор, прицеп и УАЗик. Все это изъято у одного бейчанина за долг перед собственным ребенком. За 8 лет накопилась немаленькая сумма – 300 тысяч рублей. Теперь имущество будет выставлено на торги, а деньги перейдут ребенку. Аресты производятся практически ежедневно. Либо сотовый телефон, либо чайник, фотоаппарат, телевизор. Ну, все, что может быть реализовано. То, что может пойти в погашение долга. Без ответственных алименщиков у нас в городе около полутора тысяч человек. Это родители, которые нерегулярно отдают долг своим детям. Среди них и те, кто давно перешел в категорию злостых неплательщиков. 80 бейчан и вовсе находятся в розыске. Заходите, проходите, смотрите. Его ни вещей, ничего здесь нет. Бийские приставы-исполнители еженедельно проводят специальные рейды. Они обходят квартиры, где прописаны алименщики. Но застать дома таких нарушителей удается далеко не всегда. По закону Российской Федерации за неуплату алиментов предусмотрено уголовное наказание. Наказание назначается в виде исправительных работ. Но, как правило, в последнее время исправительные работы, в случае если они не отбываются лицом, которому данный вид наказания назначен, заменяются судом на реальное отбытие наказания в виде решения свободы. В местах изоляции от общества, как в этой колонии поселения. Так, только за май месяц было возбуждено 6 уголовных дел по 157-й статье «Злостное уклонение от уплаты алиментов». И составлено 30 актов о наложении ареста на имущество. Причем 5 из них на арест транспортных средств. Вот так запросто злостный неплательщик алиментов может превратиться из водителя в пешехода. Татьяна Свинаренко, Сергей Даровских. Новости ОТН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова